Всем привет! Сегодня вас ждет много интересных новостей и расскажу вам об этом я, Елизавета Бурмистрова. В КФУ подвели итоги года Льва Толстого. Каковы проблемы с современной космологией? Что может подтвердить существование жизни на Марсе? Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в открытии очередного фельдшерско-акушерского пункта Апастовского района Республики и осмотрел центральную районную больницу. Между этой больницей и университетской клиникой было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает возможность направить жителей районов на лечение в клинику вуза. А теперь к другим новостям. 2018 год в Казанском федеральном университете был объявлен годом великого писателя Льва Толстого. Этот год завершается, поэтому важно подвести итоги и проанализировать все события. Поэтому случай в КФУ прошла международная конференция и обсуждение, посвященное Льву Толстого. Анна Глазунова с подробностями. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета подвели итоги года Льва Толстого. Состоялась пресс-конференция, где говорили о студенческих годах писателя, которые прошли в Казанском университете. Почетным гостем стал первый заместитель министра образования науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Он отметил, что в этом году в Татарстане прошло множество мероприятий, приуроченных к году Льва Толстого. Все эти действия были направлены на воспитание нашего подрастающего поколения, нашего студенчества, на популяризацию творчества и наследия Льва Николаевича Толстого. Как известно, 2018 год в Казанском университете объявлен годом Льва Толстого. В рамках этого события были проведены выставки, диктанты и другие мероприятия. Мы гордимся тем, что Льв Толстой был студентом Казанского университета. Здесь происходило его творческое становление, росло осознание необходимости самообразования и самосовершенствования. На пресс-конференции говорили о значимости Толстого в мире. Так, кандидат филологических наук Дилийского университета Гириш Мунжал отметил, что в Индии изучением творчества Толстого занимаются на протяжении 70 лет. Мысли Льва Толстого даже повлияли на известного индийского политического деятеля Махатми Ганди. Судьба Индии связана с Казанью. Каким образом? Потому что с законом непротивления злу насилием у Толстого возникло здесь, именно в этом здании. Вот эта идея возникла здесь, а потом Ганди ознакомился с этим, а потом Индия получила независимость. Всем гостям пресс-конференции был показан отрывок из документального фильма, посвященный казанскому периоду жизни великого писателя. Также в рамках года Льва Толстого 28 и 29 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ проходят международные научные конференции «Лев Толстой. Истоки и вехи творческого пути», посвященные 190-летию со дня рождения великого писателя. Сюда приехали исследователи творчества и биографии писателей из разных городов России, а также из других стран. Лев Толстой, конечно, писатель, которого все знают, также в Польше читают и так далее. И я буду рассказывать о экранизации, польской экранизации, его произведения рассказа «За что?». Там речь идет о поляках, и это, конечно, нам было очень интересно. Но это невероятно, да, ходить по тем же зданиям, где он учился, это прекрасно. Я буду рассказывать в Польше. Наш музей формировался изначально как литературно-театральный и коллекция, связанная с Альбом Николаевичем Толстым, то есть еще сам основатель музея Алексей Александрович собирал предметы, и именно вещи, связанные с Альбом Николаевичем, это предметы в особой гордости. На конференции обсудили язык и стиль произведений Льва Толстого, жизнь и литературную деятельность писателей и многое другое. А студенты смогли проверить свои знания, написав отрывок из произведений Льва Толстого Анна Каренина. Праздничное закрытие года Льва Толстого в Республике Татарстан на Казанском федеральном университете запланировано на 1 декабря. Анна Глузунова, Виолетта Басова, Ленардо Витяров, Универньюз. На базе Казанского федерального университета состоялся седьмой международный молодежный симпозиум по управлению экономикой и финансом, организованный совместно с Академией наук Республики Татарстан, предприятиями и высшими учебными заведениями. Подробности его проведения в сюжете Валерии Муратовой. В стенах КФУ прошел седьмой международный молодежный симпозиум по управлению экономикой и финансом. Он первый раз состоялся в 2012 году и он всегда проходит на нашей площадке. И мы очень рады, что он всегда вызывает отклик и все больше и больше гостей приезжает и из Привозского федерального округа, и из федеральных университетов нашей страны. Конференция проводится в несколько новом формате. Приглашены эксперты и практики с разных предприятий, чтобы студенты, участвуя в обсуждениях, выходили на новые горизонты понимания. Пригласили рассказать о тех планах, о тех задачах, которые ставит перед собой Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, для того, чтобы они были не просто интересными и актуальными, на наш взгляд, на взгляд тех людей, которые это разрабатывают, но и востребованы молодежью. Участники презентовали свои исследования. Часть из них получат возможность пройти стажировки, а на втором этапе они будут писать статьи, оформлять и публиковать их в журнале «Казанский экономический вестник». Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Астрономическая научная школа Казанского федерального университета признана во всем мире. С 1987 года в Казанском университете проходят Петровские чтения, которые охватывают проблемы современной космологии. О том, как проходила конференция в этом году, смотри в следующем сюжете. С 26 ноября по 1 декабря в Казанском федеральном университете проходят Петровские чтения. В этом году Петровские чтения приурочены к 70-летнему юбилею выдающегося российского физика, почетного доктора Казанского университета Алексея Старобинского. Он является создателем современной теории ранней эволюции Вселенной и принимает непосредственное участие в развитии приоритетного направления «Островызов». «Островызов», который является для нашего Казанского университета приоритетным, и научным руководителем его является Алексей Александрович. Это для нас очень-очень почетно, приятно и, самое главное, полезно. Международная зимняя школа-семинар «Петровские чтения» продолжает научные и образовательные традиции. Международная летняя школа-семинара по современным проблемам теоретической и математической физики «Петровские чтения», которая проходила на базе Казанского университета с 1987 года. У нас уже возникла, или, если быть более точным, восстановлена традиция ежегодного проведения таких чтений. Вот я уже лично участвую в четвертых. И это очень важно, это производится в рамках Российского эволюционного общества. В следующем году планируется привести более масштабные «Петровские чтения», в которых примут участие стран Международного союза гравитации стран БРИКС. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. Сейчас Земля является единственным известным местом, на котором есть жизнь. А что может подтвердить, что Марс тоже населен живыми организмами, мы расскажем в следующем сюжете. Ученые уже давно изучают Марс. Главным вопросом сегодня является наличие воды и жизни на планете. С помощью низкочастотного радара Марсис в области Южного полюса была найдена жидкая вода. Ранее уже было известно, что на Марсе вода существует в твердом состоянии в некоторых областях, и к заобразным в атмосфере. Дело в том, что на Марсе всегда существовали шапки. Большой вопрос, из чего они состояли, но считалось, что все-таки там какая-то примесь воды существует. И вообще, в принципе, никто не отвергал, что на Марсе вода существует. Дело в том, что просто ее в тысячи раз меньше, допустим, водяного пара, чем у нас в атмосфере. Вода является одной из основ жизни на Земле, и поэтому для ученых снова открывается вопрос о живых организмах на Марсе. Препятствием для их существования на Красной планете является большой перепад температур. Может быть, днем в полуденной точке на экваторе плюс 35, а ночью минус 100. Но я хочу сказать следующее, что на Земле обнаружены микроорганизмы, которые при таком режиме плюс 35, минус 100, даже размножаются лучше. Дополнительные споры о существовании жизни вызывают и найденные следы древней органики. Ее происхождение может быть и биологическим. Помимо этого, на Марсе обнаружен метан. Он входит в число биомаркеров, указывающих на возможное присутствие жизни на планете. На Земле значительная часть этого газа производится микроорганизмами. Считается, что когда-то на Марсе, в общем-то, жизнь вовсю развивалась и существовала. Жизнь есть везде. То есть я вот более чем уверен, что и на Марсе, в конце концов, в каком это форме это найдут. Может быть, под поверхностью Марса, может быть, на поверхности. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok